Вставление и представление отчета о движении денежных средств регулируется одноименным МСФО-7. Данный отчет обязателен для представления всеми предприятиями. Информация отчета дает возможность оценить способность предприятия зарабатывать денежные средства, а также потребности в денежных потоках. На основе данных отчета дается оценка изменения в чистых активах предприятия, сравнивается отчетность об операционной деятельности различных предприятий. Основные категории отчета включают денежные средства, эквиваленты денежных средств и их потоки. Эквиваленты денежных средств предназначены для удовлетворения краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестиций или других целей. Инвестиции классифицируются в качестве денежных эквивалентов, если они имеют короткий срок погашения, 3 месяца и менее от даты приобретения. Инвестиции в акции других организаций не относятся к денежным эквивалентам, но имеются исключения. Приобретение денежных эквивалентов диктуется намерением руководства организации получить дополнительный доход на временно свободные денежные средства. Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные государственные цены и бумаги, а также векселя и денежные счета. В отчете раскрываются такие виды деятельности, как операционная, инвестиционная, финансовая. Форма отчета имеет следующий вид. Движение денежных средств от операционной деятельности может быть представлено прямым и косвенным методами. Прямой метод обеспечивает информацией, которая может быть полезной при прогнозировании будущих движений денежных средств. При применении прямого метода информация об основных видах воловых поступлений и воловых выплат денежных средств может быть получена различными путями. При применении косвенного метода корректируется целиком сумма чистой прибыли или убытка для отражения эффекта, производимого неденежными операциями. Прибыль корректируется на операции неденежного характера, например, амортизация, оценочные резервы и тому подобное. В результате определяется чистый денежный поток от операционной деятельности. МСФО-21 используется для учета движения денежных средств, выраженных в иностранной валюте. При этом используется обменный курс на дату возникновения денежных потоков. Движение денежных средств в связи с полученными и выплаченными процентами и дивидендами раскрывается отдельно. Каждая категория классифицируется последовательно из периода в период как движение денежных средств от операционной, инвестиционной или финансовой деятельности. Платежеспособность предприятия – важная экономическая категория, актуальная во все времена. Оценивая ее, банки принимают решения о выдаче кредитов предприятию, инвесторы оценивают риски при вложении средств в капитал предприятия, поставщики принимают решение о заключении с данным предприятием договора в поставке товарно-материальных ценностей. Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального, устойчивого финансового положения предприятия. Платежеспособность предприятия складывается из следующих двух факторов. Хотя платежеспособность и ликвидность тесно взаимосвязаны между собой, они не тождественны друг другу. Платежеспособность более динамична по сравнению с ликвидностью. Денежные потоки служат для обеспечения функционирования компании фактически во всех аспектах. Чтобы достичь требуемых целей в бизнесе, обеспечить стабильный рост, финансовому менеджеру необходимо оптимально организовать управление денежными потоками. С этой целью денежные потоки классифицируются на виды. В ходе анализа платежеспособности решается следующий ряд задач. Отчет о движении денег – основной источник информации в анализе платежеспособности. Коэффициенты ликвидности используются для оценки платежеспособности организации, так как ликвидность является основой платежеспособности. Оценка платежеспособности организации осуществляется на основе системы показателей. Данная система включает целый ряд показателей как общих, так и частных. В ходе анализа выясняется достаточность доходов для выплаты обязательств организации. Источником для их погашения является сумма брута прибыл. Платежеспособность – важнейшая финансовая характеристика в деятельности организации, анализ которой обеспечен системой показателей и методическими подходами. Вопросы вы можете адресовать на следующий контакт номер. Продолжение следует...